МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И проезжая где-то в районе после Кольца, увидел огни мигалок, скопление машин и понял, что случилось непоправимое. Так оно и оказалось. В сводках ГИБДД буквально через несколько часов прозвучало о том, что в районе Чернышевска-18 в очередном ДТП погиб ребенок, 12-летняя девочка. И мы сегодня хотели бы в очередной раз, сколько она нужна будет, столько мы будем поднимать этот вопрос, поговорить о том, почему люди гибнут на дорогах и как этого можно избежать. Ну, состав, я еще раз говорю, такой, что, в принципе, можно ко всем на ты, и люди все с теми или иными, ну, кроме девочек, которые пострадали, в определенной степени знакомы с обращением с автотранспортами и так далее. Все имеют определенный стаж, у некоторых функциональные обязанности такие, что они должны обеспечивать соблюдение безопасности дорожного движения. Я не хочу сегодняшний эфир превращать некое подсобрание там и так далее. Хотя мы с сотрудниками ГИБДД всегда этот момент очень-очень хорошо обходили, говорили всегда по душам, и всегда открывалась какая-то гражданская появица товарищей офицеров, которые... Они так живут в нашем городе, да, девочки, вот давайте для начала установим такое. Я никогда не считаю офицеров ГИБДД какими-то врагами общества, которые преследуют свои какие-то цели и так далее, и так далее. Вот эту установку хотелось бы сохранить просто в целом в течение всего разговора. Давайте начнем конкретно с вашего случая. Я уже сказал о том, что не вернуть ту девочку, которая погибла в субботу вечером на Чернышевского. Но вы благодаря счастливой случайности остались живы в автотранспортном происшествии, которое средь бела дня, можно сказать, произошло. Давайте вот немножко конкретики по данному случаю. Я вот шла со своей подругой по тротуару, да, мы были в кинотеатре, и вот где Ленина 21, на нас наехала машина прямо в тротуар. И вот об стену наехала дома. У моей подруги сотрясение мозга, и шины поставили. То есть шесть передних зубов, у нее вывих получается. Ключица, лопатка, а, ключица, сломана, а лопатка? Ну, все по чистой случайности, наверное, мы остались живы. Да, вот эти массивные каменные тумбы, да, клумбы вернее. Да, они нас спасли, получается, там удар получается на кафель, кафель смягчил, получается, наш удар. И если бы там прямая стена прям стояла, нас бы не было здесь сейчас с вами. А водитель вам какую-то помощь оказал, вот, который совершил наезд? Нет, он даже не позвонил, не извинился лично передо мной, а Вере позвонил, получается. Он адвокат. А вот в момент, после того, как он наезд совершил, он как-то вышел, я не знаю, там же, вот видео я смотрела, там же еще ребенок был рядом, да? Там рядом с нами, ага, ребенок ходил с мамой. И вообще, чисто случайно, он не задел ребенка. Чуть-чуть оставалось, ага. То есть помощи не было, никакой оказанной? Нет, никакой помощи не было оказано. А кто вызвал ГАИ как-то? Прохожие вызвали ГАИ. Но водитель не уехал, по крайней мере, не скрылся? Уехал, ага. У меня вопрос. Вот все мы перед эфиром посмотрели вот это видео, вот это происшествие, да? Среди, еще раз говорю, среди бела дня, не на проезжей части, на тротуаре, да? И человек, который имеет водительский стаж довольно большой, путает педаль газа с тормозом. Да. Я могу понять, всякое бывает, да? Я могу понять, когда это... На самом деле, наверное, да, на дороге. Какая-то шоковая ситуация, там, аффект состояния и так далее, и так далее. Ну, вот так вот, ну, нормально вроде было и так далее. Да, водитель оказался трезвым. И вот как бы он объяснил, ага, это тем, что он перепутал педали. Ну, несколько раз, он, получается, несколько раз перепутал, три раза. Ну, такое может быть, я не знаю, при каких... Как он вообще водит машину? Как говорится, потом еще давит на газ, и прям там колесо газует. Ну, да, видео видели. Еще раз говорю, в жизни бывает разное, да? Но в таких случаях, как квалифицировать? Это либо, это все-таки же автотранспортное происшествие, которое произошло. Ну, пусть не на проезжей части, но на тротуаре. На том месте, где машина обычно не ездит. Обычно не ездит. За исключением случаев, конечно, правила это трактуют. Правила дорожного движения у нас, будем говорить, ситуация действительно, мы посмотрели, неординарная. Ну, как пояснили, вот, значит, водитель сам пояснил, что он перепутал. Ну, в принципе, я согласен, что действительно можно перепутать. Но здесь вот ситуация... Но я думаю, что все-таки экспертизы, назначенные экспертизы, которые будут назначены, во-первых, я так понимаю, девушки еще лечатся, находитесь, да, на лечении, под наблюдением врачей. После этого, значит, когда закончите лечение, будет проведена судебно-медицинская экспертиза в обязательном порядке. А водителя бы как-нибудь проверять будете? Да, и обязательно автотехническая экспертиза будет назначена. А прав лишить такого водителя можно или нет? Нам сказали, что максимум, что будет, штраф от 500 до 3 тысяч. Это... Ну, или по 1,5 тысяч. Я не знаю, кто, конечно, вам это сказал. Все-таки квалифицировать будут специалисты, это сотрудники правоохранительных органов. Это все-таки будет зависеть также, почему будет назначена судебно-медицинская экспертиза. Это, значит, нужно установить тяжесть последствий, полученных вами. Нам, да. И отсюда будет уже... А вот водитель, он, ну, я не знаю, у него права, как мне известно, с 2003 года, по-моему. Да, совершенно верно. Он в 2003 году получил, у него стаж, вот уже сколько, 13 лет. А за наезд людей, про прав можно не лишаться, да? Нет. Нет, мы же, вот, Александр... Если он трезвый... Это статья именно из-за тяжести ваших потом, после экспертизы. Там идет у нас штраф. После суда получит. Да, после суда будет. Там идет лишение автоматически, понимаете. Даже идет, смотря... Это опасно же в городе таким водителям вообще ездить. Конечно. Вы задали вопрос, лишат ли его, нет. Его лишит суд. Только уже после всех проведенных процедур. Понимаете, тут ситуация такая. Еще раз воспользуюсь моментом, чтобы какого-то правоволик без... Решение прав и так далее основывается на решении суда. Вот ГАИ, они вот так вот подойдя, да? Это в советское время было, три прокола, все, отбираем права и так далее. Раньше было. Сейчас у нас самый гуманный в мире суд определяет степень наказания. Я вот не то чтобы в защиту офицеров, просто существующий порядок такой. Все вокруг знают с этим, даже по малейшему. Зайдем в машину на парковке, допустим, вызывают тебя в суд, начинают определять, какую степень вреда ты нанес, допустим, владельцу другого. Понимаю, что здесь... Я сам пострадавший автоаварией, да? Сам лежал полгода там и так далее, и так далее. Ну, тут куча нюансов совершенно различного толка. Вот просто так взять человека, ну, не позволяет у нас государственное строение. Можно сказать. Существующее правовое поле не позволяет. Вот взять, вот раз ты на человека наезд совершил, ты не должен ездить в магазин за продуктами, ты не должен отвозить детей в детсад и так далее. Такой порядок. Провал в законе, получается, да? Это не провал в законе, это вообще принято, по-моему, я не знаю. Нет, это, получается, такие законы... Там могут быть разные же причины, вот вообще ДТП любого. Есть еще, значит, продолжение, как бы, ликбеза, будем так говорить, да, юридично. Здесь, значит, административное расследование в данном... Ну, на данный момент возбуждено административное расследование, в ходе которого будут проведены все процессуальные действия. Вот то, что мы говорим, это экспертизы будут проведены, опросы, свидетели опросов. Это все, на данный момент это сейчас проводится все. То есть, понимаете, вот, чтобы определить, еще нужно определить тяжесть последствий, как мы уже говорили, чтобы по подведомости знать, в каком направлении дальше будет идти ваше дело. Вот я вам простым языком скажу. Есть у нас законодательство, значит, административное и уголовное. Если, в зависимости от тяжести последствий, значит, будет решен вопрос, как рассмотреть ваше дело ваше. То есть, может быть, если будет тяжесть такая, ну, тяжкий телес, то передадут в суд именно в следствие, извиняюсь, да, следствие. То есть, еще будут следовать, уголовное дело могут возбудить на данного водителя. Они уже не говорят уже о том, что его лишить там можно, понимаете? Но это все будет решено после проведения вот этого расследования. А сейчас, получается, он просто ходит, да? Он просто так же работает, так же вводит машину. Понимаете, степень тяжести пока не установлена. Мы как можем к нему применить меру против закона? Ну, я бы не назвал это правовой дырой, да, какой-то. Это просто, да. Это вот действительно порядок, который определен именно в нашем законодательстве. Ну, мягкий закон получается. Ну, мы не можем сказать, что мягкий. То есть, получается, человек может наехать на пешехода в среди белого дня на тротуаре, и за это ему будет только административное наказание в размере 500-3 тысяч рублей. Слава богу, что девушки не умерли, и будет хорошо, если не тяжкий вред здоровью будет, да, а легкий, они быстро выздоровеют, и последствий далее не будет, да. Но все-таки очень опасно за детей, за людей, которые ходят по нашему проспекту, да. И думаю, что у водителя есть совесть, и он как-то окажет помощь девушкам. Это случай я видела, это все ужасно. Ну, да, мне вопрос хотел бы сказать, что еще управление ГАИ на контроле держит, руководством управления ГАИ. Значит, у начальника управления, значит, этот вопрос стоит на особом контроле, еще раз говорю. Из-за экстраординарности проявления? Да, конечно. Вот посмотрите, если... А такие случаи часто случаются в вашей практике? Да, если по опыту работы, вот мы можем сказать, что таких, редко такие ситуации попадают. Ну, если редко поглядят... Вид ДТП, да. Вот такой, как у меня же, у них же, просто, что вот и нога, и голова... Нет, нет, судебная медицинская экспертиза будет. Ну, а когда она будет? Ну, она будет проведена после того, как они... Покончат лечение. Покончат лечение. Ну, так они могут лечиться всю оставшуюся жизнь. Последствия же они такие, это же голова. Вот для этого судебная медицинская экспертиза-то и будет назначена, чтобы определить именно... Андрей, я, в принципе, они же не имеют права вмешиваться в убийство и так далее. Конечно, мы... Вопрос-то в чем? Вопрос в когда? Вот событие произошло, люди пострадали. А когда будет либо порицание, наказание, справедливость, когда восторжествует? В этом вопрос. Вот насчет справедливости давайте сразу после рекламной паузы, которая неизбежно наступает. Ну, дело такое, вопрос серьезный, приходится прерваться на рекламу. Мы закончили на справедливости о том, что для девушек Дианы и Веры, вот их инцидент в участии водителя, который на тротуаре наехал на девушек, ну, закончится в конце концов справедливым решением. Но мы не будем, скажем так, конкретизировать больше в дальнейшем этот случай. Еще раз, просто он показательный. Никто не застрахован ни от чего, да? Находись он на проезжей части, находись он на тротуаре, находись он неизвестно где. Вот все то пространство, которое примыкает к автомобильным дорогам. Вот у нас все говорят, стали... Вернее, вот когда начали массовый, скажем так, ремонт дорог, массовый ремонт дорог происходить, все говорили, поубиваются сейчас люди, да? Так оно и происходит. Раньше, если там говорили, причина, у меня машина колесом ямку задела, я подскочил и снес там ограждение вместе, может быть, с людьми. И сейчас говорят, ну, дорога такая. Понимаю. Ну, вообще, давайте вот, коллеги, еще раз, те, которые имеют отношение к транспорту, да, и так далее, как это может происходить? Дороги улучшаются, травматизм растет. Дороги ухудшаются, травматизм растет. Ну, где вот этот выход-то из замкнутого круга? Здесь вопрос, вот эта вот мера, я еще повторюсь, до мера ответственности каждого водителя. Вот каждый человек, не только водителя, пешехода, любого участника дорожного движения. Каждый человек, мы не можем отвечать за других. Вот я не могу отвечать, допустим, за пешехода, который выскакивает в неположенном месте перед машиной. Пешеход не может ответить за меня, который, допустим, едет с нарушением скоростного режима. Каждый человек может отвечать сам за себя. И поэтому, если человек, садясь за руль, понимает вот свою степень и меру ответственности, он, соответственно, будет себя вести на дороге так, как это нужно. Но у нас очень низкая культура, не только вождение, вообще просто низкая культура. Люди не привыкли к хорошему. Они думают, что раз дорога ровная, значит, можно разгоняться и носиться по несли с превышением скорости, не обращая внимания на знаки, не обращая внимания на людей. Вот и получаются такие ситуации. Вы совершенно правы, потому что роль гражданского общества, безопасности дорожного движения, это, скорее всего, самый важный вопрос, который стоит у нас по России. У нас по России очень много человек погибает на дорогах. Как я знаю, это около 28 тысяч человек. 28 тысяч человек, это, если посчитать наши деревни, да, что там численность тысячи человек. 27 деревень в одной часе всех убирают за один год. Вот это очень большая цифра, и каждый гражданин должен позаботиться о том, чтобы он был безопасным участником дорожного движения, чтобы его тоже родные и близкие надо начинать с себя, своих близких. Только тогда мы как-то осилим этот вопрос. Я думаю, что ГИБДД в одном лице не сможет это осилить. Наступил, наверное, тот час, когда мы должны присоединиться. Я поддержу, прозвучало уже, что это многогранно, и ответственность, она должна быть обоюдной. Как пешехода, так и водителя. И тут комплекс мер должен быть. Он должен быть постоянно работой над этим, потому что цифра 28 тысяч человек. Это целая война, понимаете, в Афганистане. То есть это ежегодно. Мы теряем людей, причем большой процент там детей. Абсолютно, ну, это первое, что мы должны делать, это защитить детей. Поэтому я еще раз говорю, комплекс мер, тут общественность, тут те, которые непосредственно отвечают за это. Вот Всероссийский народный фронт провел Всероссийскую акцию. Нас обвиняли даже в каком-то пиаре. Вот они пиарятся. А цель была одна. Перед школой обратить внимание на безопасность детей, чтобы избежать травматизма на дорогах детей. Именно детей. То есть мы провели это по всей России, по школам. Развешивали баннеры в игровой форме, там, мультяшной, там, чтобы так переходить улицу и так далее. Большую поддержку поддерживает нас ГАИ, ГИБДД, извиняюсь. И, конечно же, также поддерживает нас и мэрия. Но еще раз говорю, что тут не только общественная организация, много должны школы делать, много должны родители. Потому что это всеобщая задача. Вот обращающийся, я не знаю, прям в камеру хочу сказать. Очень важно, чтобы каждый, вот у нас сейчас, я просто сам наблюдал, на переходе, подростки, дети переходят на красный свет. Никто не делает замечания. Старшие стоят. Я понимаю, что это не их дети. Но на самом деле это все наши дети. В городе не должно быть разницы. Сделать замечания лишний раз. Не подавать самим пример. Если на светофоре очень часто, буквально за 5 секунд еще не загорелся зеленый свет, но уже начинают эти движения. Водитель делает маневр. Он в шоке останавливается перед уже идущими. То есть кто-то сумел натормозить, а кто-то там промоклется и нажмет на газ. Вот такие факты. Может, ты же не остановишься. Да говорите, говорите. Каждое дорожное-транспортное происшествие анализируем. Ежесуточно, еженедельно, ежемесячно. И я вот все-таки как аналитик выскажу свое мнение. Вот то, что вы говорите, что мы много работаем с детьми, оно дает эффект. Мы работаем с Министерством образования. Правительство проводит постоянные месячники. Операции внимания на дети у нас регулярно идут. Четыре раза в год перед каждыми каникулами. Каждый сотрудник ГАИ идет в закрепленную школу и пытается все-таки детям донести, как безопасно вести себя на улице. И у нас есть эффект. Эффект есть. У нас уже снижено именно количество ДТП с участием, где дети виноваты. Основное у нас все-таки процент и доля, это когда вина взрослого участника дорожного движения. Вот насчет месячника безопасности. Шикарно, когда 1 сентября, да, видим перед каждой школой офицера, да, в форме, там, то да, все, водители сразу там, фу. И так далее, да. Проходит 10 дней, офицеров убирают. Ну понятно, что весь город не расставить возле каждой школы, да. На каждом перекрестке тоже не можем. Но остальное это время, вот общественники, почему вы не выходите хотя бы на добровольное вот эти вот дежурства, да. Я скажу, отвечу сразу, что это не только 1 сентября. Вот акция нарушает ПДД, позвони ГБДД. Нас обвиняли на том, что чуть ли не стукачество люди должны заниматься. Звонить, если, ну если это он видит, нетрезвый водитель, если он видит, что водитель автобуса, ну, не ведет себя, не отвечает, не отвечает безопасности. Почему человек не может сообщить сразу, зная номер, который в автобусе уже есть? Это очень хорошая акция, я скажу, 1200 звонков у нас есть информация. Я хочу спросить, вот я стала свидетелем нарушения, да, допустим, вот сегодня джип проехал с центрального ряда налево, минуя тех, кто стоит в крайнем левом ряду, пытается повернуть налево, то есть в нарушении всех норм и правил, создавая аварийную ситуацию. Хорошо, я позвоню в ГБДД, но он уже уехал, как они его будут ловить? Как я докажу, что он нарушил вот в этот конкретный момент? У меня нет видеозаписи, я сижу за рулем, мне некогда хватать телефон и записывать. Ваша олимпировка будет принята и отработана. Они проверят на АО и все. Да, если вы звоните в наш телефон, дежурной чате или телефон доверия, вы обязательно, когда инспектор примет у вас первоначальную информацию, он обязан взять у вас персональные данные. Вы, конечно же, не будете скрывать их и скажете, вы как правосознательный человек, скажете, что я такая-то, такая-то, телефон такой-то и с вами свяжутся. В конечном итоге, когда задерживают, чтобы составить административный материал, необходимо будет ваше объяснение. На основании объяснения и рапорта сотрудников. Город и республика. То есть, а если я... Еще раз, Галя, можно я задам? Да. Много ли сил отнимает у вас вот этот месячник? То есть, когда проходит вот этот месячник безопасности, ну, 10-дневка, декада безопасности, это когда на каждом переходе возле школы стоят ваши офицеры, да? Четыре раза в год только, четыре раза. Нет, но много сил отнимает, отвлекает от повседневной такой... Здесь вопрос немножко по-другому. Это наша работа, это повседневная. Здесь идет речь о привлечении всего комплекса. С нами работают учителя, преподаватели. В это время происходят чаще сборы родителей, где не мы. У нас сотрудник, например, закреплен один за школой, а в школе сколько преподавателей? У них есть своя программа и так далее. А в месячник мы просто активизируем это и обращаем на какое-то внимание. Например, дети, они лето отдыхали, они забыли, как переходить дорогу на дачах где-то кто-то. И к первому сентября мы просто напоминаем, что... А кроме школ, какие-нибудь учебные заведения, вузы... Охват идет... Вузы это уже взрослые. Охват идет, но основной упор... Даже светофора нет в деревне, где все ездят, как хотя бы... С образовательными организациями вообще работа идет. И с теми, которые обучающие образовательные организации, которые водители в том числе обучают, мы на это упор делаем. У нас тоже в этом... Нет, вы просто сами сказали, что уже детская вот эта вот шалость по вине детей, когда происходит... Понижена. Да, понижена. Это уже снижена. И значит, мы взрослые, взрослые виноваты. А как в роботах, у меня же учебные учреждения ходим на лекции. Да, и не только же водители всегда виноваты. Я вот тут с вами не соглашусь, потому что все-таки у нас вина водителей в проценте растет. Даже по сравнению к прошлому году. Хотя детей вот мы снижаем по неосторожности, а водитель у нас почему-то пренебрегает правилами проезда пешеходного перехода, правилами проезда перекрестка. Как уже... И это приводит вот к таким последствиям печальным. ГИБДД, как бы, такой организацией считалось, у которых средств не хватало, еще что-то как-то было. Теперь вы выросли, да? Стало лучше намного. И, ну, уже видна ваша работа. И, как бы, мне кажется, что и средств достаточно много стало. Даже один перекресток вот Петровского, какого... Образцовый перекресток. Да, образцовый перекресток. Петровского, Аюнского, вы хотите сказать? Аюнского, да. Где оборудован всеми камерами. Он достаточно много... Тут, наверное, речь идет просто о внедрении новых методов и форм работы. Я про это говорю. Я сразу же тему спрошу, да? Можно я это говорю? А то я забываю. Ну... Он забывает. Ясно. Нет. Вот эти вот средства, да? Вот это вот же есть программы, есть приложения. На телефон в том числе, да? Когда вот в Москве вот сейчас внедряют, когда люди остановились не там, стоят на тротуаре, где-то не там проехали. Сфотографировали, зафиксировали, отправили. Все. Это же момент такой. Когда, если вы столько сделаете, никто другой этого не сделает. Я вам, знаете, как отвечу. Это у нас не только мы одни озабочены. Правительство России, правительство Республики Сахай-Якутия. У нас сейчас с правительством идет разработка совместная. И как раз там одна из форм это сообщение. Мы внесли предложение о правонарушении. И это на законодательном уровне. Вот Владислав Александрович, наверное, лучше расскажет. Нет. Тут давайте я жизненный очень пример. Переход с площади Дружбы через проспект Ленина, да, получается? Вот с театра оперы и балета на ту сторону, напротив Туймака. Да, да, да. Все его знают. Все его знают. Если там стоит для профилактики нарушений офицер, ну, постовой там, возле Академии Новых Старых, да, все начинают жутко такими грамотными быть в правовом плане, да. А они не имеют права там стоять, они не должны там стоять, должны стоять. Но там опасно переходить на самом деле. Но он пресекает нарушение дорожного безопасности, безопасности в дорожном движении. Согласитесь? И как тут быть-то? Вот Валерий Алексеевич говорит, обвиняли его в стукачестве. Не меня, а лично. Ну, в смысле, участников ваших, да? Тут же у нас такой... Людей. Палка о двух концах. Или вот, я всегда приводил пример. Звонить 127, ну, стало уже модно. Не то, что модно, а нормой вещей, да? Люди не считают это стукачеством. Совершенно верно. А когда офицеры стоят, вот извиняюсь за этим переходом, и смотрят тех, которые не пропускают пешеходов, которые заступили. Я понимаю, что там логики нет, 47 метров. И пока он будет переходить вот эти 47 метров, пешеход, вялом темпе, скажем так, да, там пробка образуется такая, что не дай боже. Вообще, таких жизненных ситуаций пруд прудишь. Не, ну, может быть, этот пешеходный переход надо закрыть? Пусть они там проходят, где... Где уже, да? Где уже. А почему нет, так сказать? Почему вы не имеете... Вот это предписание не имеете? Вот это правило... Не, не ловите там этих самых козликов. Это один из наиболее аварийных перекрестков. Там инспектор ДПС стоит, да, выявляет правила дорожного движения, пресекает. Не выявляет, пресекает. Александр, пусть круг сделают. Это все предписание мы выдавали, сейчас это рассматривается. Круг в центре города делать, это очень проблематично, можно так сказать. Нет, не круговое движение, а сделают два перехода вот так, чтобы попасть на другую сторону. Через проспект Лейна, который вот... Ну, вы сами знаете, пешеходы идут там, где им удобно. Нет, если мы один до и один, после поворота сразу. Давайте мы вернемся к обсуждению сразу после рекламы. Говорят, реклама опять. Мы перешли плавненько, скажем так, тем предписанием, предложили даже убрать вот этот диагональный пешеходный переход и так далее. Ну, конечно, это крайности. Никто на такие меры идти не будет. Но во многих случаях логика, скажем так, организации дорожного движения у нас вызывает недоуменные, это в лучшем случае, вопросы. Иногда материмся. Иногда. Все-таки, сколько стоит установить лежачий полицейский? Кто-нибудь из... Как общественник, может, вы знаете? Ну, порядка 500 тысяч. Порядка 500 тысяч. Один. Будь на Чернышевского, скажем так, в районе вот этих оптовых баз, лежащий полицейский, вот там куча нерегулируемых пешеходных переходов, да? Перед каждым из них, как возле школ, понаставить, если полицейский, в принципе, девочка осталась бы жива. Я хочу сказать, что установка таких лежачих полицейских тоже не стихийная. Есть определенные СНИПы ГОСТы, которые позволяют установить именно на улице Чернышевского. Сейчас разрабатывается, да, вопрос по установке светофорного объекта и лежачего полицейского, можно так сказать. Но к чему мы придем, пока не могу сказать, потому что там магистральная улица скоростная. Автодорожная тоже магистральная. И там через каждые 50 метров установили светофор, который пока закрытый мешковиной, да? Но скоро они заработают. Конечно, конечно. Автодорожка встанет. Мы сейчас разговариваем еще по лежачим полицейским, по неровностям. Если мы поставим ее на магистральную улицу, то же самое. Мы будем иметь пробки, будем иметь аварийные ситуации, когда транспортное средство одно летит, другое притормаживает на них. Или наоборот, машина взлетает, можно так сказать. Есть такие моменты у нас на улице Рославского, когда-то стояли машины, пробивали транспортное средство. Это только согласно расчетам и согласно ГОСТам только установлено. Извините, для того, чтобы девочка осталась жива, возвращаясь к тому случаю, необходимо все-таки более внимательно подойти к водителям, которые управляют в нетрезвом состоянии. Я имею в виду не со стороны госавтоинспекции. У нас и так мы их выявляем, выявляем, пресекаем. А именно общественность мы призываем. Народный фонд с нами работает. Проводим акции. Алкоголь и дорогу провели в марте месяце. Все вместе. И вот хотелось бы воспользоваться этим случаем еще раз обратить внимание. Один звонок, этот же водитель не с неба упал, он откуда-то двигался, с кем-то разговаривал, кто-то его видел. Один звонок, и он мог бы предотвратить. У нас наряды по всем магистральным улицам работают. И эти звонки мы отрабатываем в первую очередь. Я всегда говорил в наших официальных и неофициальных разговорах, что в принципе, людей, говорю, вот этот звонок 127, он не напрягает уже как раньше. Я очень работал хорошо. Вот очень важно то, что вот эта акция показала, что люди, когда видят конкретно куда звонить, ну, никто у нас, у нас люди, ну, не все инициативные. И чтобы найти номер, куда позвонить, там не отвечают, могут просто формально отнестись. А тут конкретно было застроено внимание, мы мониторинг вели, как отвечает, какой, как на эти, любой мог сказать, а я позвонил, а меня, извините, никак не среагировали. И тут мы подключались общественности, а как же так, мы же договаривались. Вот таких не было вопросов, всем, все были. Из 1200, 600, с чем-то, 620 что ли, звонков подтвердилось о нарушениях. Вот понимаете, вот это должна работа, постоянно вестись такая работа. И еще, я в пользу случаев, вы сказали, там, погибшего ребенка, и, конечно, от лица всех нас приносить надо принести, это мы обязаны принести, с нашей соболезненной родителям, которые погибли этой девочке. И ранее был такой резонансный у нас случай, погиб ребенок. И вот мы должны заострять внимание, конечно же, и на нетрезвых водителях, на безопасность детей, но еще у нас вот на круглый стол мы провели, Всероссийский народный фронт, там выявилось такое, что очень сложный вопрос, который сейчас пока невозможно решить, но он всех очень волнует. Это вопрос, Союз Авто мы обсуждали, большое вам спасибо, они тоже участие принимают в нашей работе. И вопрос касается автобусов, в зимнее время, у нас особо климатические условия, когда трогается автобус, ничего не видно. И водитель, ну, не хотя того, может сделать аварийную ситуацию. Также и пешеходов, это, поэтому мы предложили трубы, как раньше в советское время вывести наверх, оказывается, нельзя это. Они не соглашались. Это такое нарушение, нужно менять законодательство. Это не мы соглашаемся, мы наоборот, нас рекомендовали такое ранее, но техническая возможность не позволяет. Да, надо обратиться в завод, чтобы было разрешение, каким-то конструкторские изменения провести в автобусе, это нам очень актуально. Валерий, вот почему раньше этот вопрос не поднимался, интересно. Буквально, опять же, в ваших интернетах, вчера нам ссылку давали, в автобусе во время резкого торможения ребенок переломал там какие-то кости. Руку сломал, да? Во время резкого торможения. Вот где они находятся, они же не все их привозят родители там и так далее, они часто вынуждены, дети я имею ввиду, часто вынуждены пользоваться общественным транспортом, да? И заострять еще раз внимание водителей общественного транспорта на... Они не макароны уже возят, не полени, в конце концов. Там и бабушки, которые еле стоят, да? Скользко им на полу, на этом резиновом. Тормознет резко там? Скрипка, мачать там куда едешь. Более жесткие меры такие должны принимать. Законодательным, конечно, нельзя решать заслуги. Я после эфира скажу прямо, да, что нужно с ними делать. Давайте всем наклейки сзади повешаем. Я нарушил правила дорожного движения, звоните, и нужно телефон указать, как... Стопхам спекся. Да, в больших городах же есть сзади. Нет, это не стопсам. Вот наша акция же, водители, союз авторов добровольно, спокойно шли на... И в автобусах сзади были на это. Нарушил ПДД, позвони ГБДД. И номер конкретный, конкретный дежурный отвечал. Вот надо продолжить эту акцию или подобное что-то. Я к тому говорю, что мы, конечно же, должны обращаться в ГБДД, там всем они недоработали. Но общество тоже должно заботиться об этом. Это касается всех негров, как политических взглядов, неважно где кто. Все, это безопасность во все людей. Всех. Совершенно верно. Поэтому постоянно работа, постоянно кто-то должен... ГБДД вот мы не в состоянии исправить полностью стопроцентную ситуацию. Побороть это зло будем так тех же водителям, не трезвых в состоянии. Понимаете? Поэтому вот это вот, будем так говорить, взаимодействие общества и ГАИ, оно действительно уже видно, что что-то дает. Почему убрали общественных инспекторов движения? Общественные инспекторы... Раньше были внештатные сотрудники ГАИ. Да, внештатные или внештатные сотрудники были. Они есть? Сейчас возвращаются. Ну я года два уже слышу, что возвращаются. Понимаете, у нас легче всего сломать. А вот сделать, это очень сложно оказалось. Проблема. Кстати, вот сотрудники, которые на пенсии, да, могли абсолютно легко... Есть же такая категория людей, которые... Ну, хлебом не кормить, дай кому не прикопаться, как он едет. А он нарушил там и так далее. Почему бы вот эту вот энергию, скажем так, присущую определенному возрасту или определенной черте характера, не направить в благородное благостное русло? Этот процесс идет... Хотя бы для контроля за водителями автобусов. Хотя бы за контроль, да. Которые, если честно, вот вне всяких рамок себя ведут. Это постоянный мобильный телефон, это постоянная какая-то ругань, постоянное нарушение, постоянное подрезание. Ну просто вот смотришь и думаешь, эти люди вообще знают о ПДД. Просто зафиксировать это. Просто зафиксировать. И просто еще раз говорю, людям надо упростить, куда обратиться, и чтобы там сто процентов была реакция. Люди не обращаются, потому что не верят, что что-то... И не знают, и не верят, что что-то дальше будет наказан этот водитель. Но с телефоном, видите, люди тоже не всегда, они просто теряются. Это вот, я, честно говоря, мне всегда удивляют люди, которые успевают какие-то такие моменты заснять. Потому что я лично никогда не успеваю. Пока ты телефон найдешь, пока его включишь, уже все вроде как проходит. Поэтому здесь, мне кажется, тоже на заснять особо надеяться не стоит. Это которые ищут, ждут момента, и, как говорится, готовы вовремя уже взять и сфотографировать. Ну категория называлась бабуля у подъезда. Ну примерно вот так, да. Я еще раз говорю, или из числа бывших сотрудников правоохранительных органов, или там особо реальные какие-то там профсоюзные дети. Ну тут ты знаешь, огульно вот бабуля у подъезда, она может любого, нарушил, не нарушил, просто вот захотелось, и человек объединяет. То есть надо, чтобы человек хотел бы разбираться. Я еще раз говорю, общественный инспектор движения, он уже проходил проверку, скажем так, органов ГИБДД. Да, то есть наличие, скажем так, когортов, 10 тысяч общественных инспекторов, в принципе, изменило бы ситуацию, ну скажем так, при населении в миллион. Почему нет? Надо в ногу со временем идти. Я говорю, надо вот внедрить это приложение вот такое, что там помощник ГАИ или ГИБДД, да, либо там милиции. И чтобы у человека было это, то он раз включает, фотографирует, отправляет. И назвать приложение 37-й год, да? Без никаких, нет. Без никаких сложностей. 84-й, зачем 37-й? Поэтому это очень многое было решило. Очень многое. Я же говорил, что этот вопрос у нас сейчас на стадии решения. Обращается этот вопрос, будем так говорить. Вы ничего не разрушаете? Нет, мы ничего не разрушаете. А можно, наверное, с другой стороны, вот эта акция, да, позвонить 127, а ложные сообщения были? Вы за это время сталкивались? Есть, не подтвержденные, а ложные сообщения. Это 20% не подтверждается, как бы. Ну вот, если это примет массовый характер, вы готовы, как бы, сделать скидку на эти 20%? Потому что это же тоже силы, время, сотрудников. Ну, оно уже и так применило массовый характер. Если в прошлом году мы до 500 звонков даже нет, сейчас в два раза больше уже. И шпалка двух контактов получается. Да, и грубые нарушения в основном. Также у нас люди обращаются, пишут заявления, фотографии прикладываются. Сейчас акция в интернете идет за неправильную парковку. Также они выкладывают и фотографии с датой нарушения. Самое главное... Давайте приоритетерство. Неправильная парковка не лишает людей жизни, на самом деле. Ну, вкусно, может быть, да? Мешает жить людям. Ну, почему, когда люди стреляют друг в друга из-за того, что кто-то поставил машину на чужое место, это тоже... Да, в принципе... Нет, тут вопрос еще тоже о парковке. Парковок тоже нет. Да. Есть такой вопрос. Нет, вообще у нас вот этот вопрос... Мало, будем так недостаточным, будем говорить. Вот этот вопрос мы должны, в принципе, квалифицировать так. Так вообще вопрос безопасности, где бы ты ни находился, да, в собственном туалете, в душе, пардон, на пешеходном переходе, на проезжей части, где бы ты ни находился, вопрос безопасности. И прежде всего, про безопасность свой человек должен думать сам. Согласны вы, Светлана? Ну, вот опять к вопросу ответственности возвращаемся. Да, ответственности. Резонансное ДТП произошло. Мы только этот вопрос поднимаем. Вот я уже застрял внимание на то, что автобусы... То есть надо, когда поднимают вопрос общественности, надо доводить до логического завершения, чтобы этот вопрос не ушел куда-то в туман, а надо, чтобы решение было. Вот по автобусам конкретно мы будем общаться на завод и конструкцию... Требуйте, требуйте конкретного решения. Общественность тоже должна действовать, настаивать. Хорошо, у нас заканчивается время нашего эфира. В принципе, хорошо, что мы не стали уходить в какую-то конкретику, если не считать первого блока. И поговорили сегодня по душам о том, что же представляет собой все-таки безопасность каждого на дорогах. Увидимся ровно через неделю.